Мы начинаем с того, что измеряем температуру. 36,6 в пределах нормы. Можно начинать инструктаж. Каждый раз перед выходом по заявкам химчан волонтёры снова повторяют азы. Правила безопасности, поведение с гражданами и, главное, гигиены. Техника мытья рук. Она, конечно, нам знакома с детства, и вы это всё знаете. Мы моем руки тёплой водой. Обязательно с мылом. Старшая медсестра Химкинской областной больницы Надежда Смирнова признаётся. Из всех возможных вариантов сама выбирает мыло хозяйственное или дегтярное. Его и советуют своим подопечным. Мыть руки сейчас, в период пандемии, необходимо тщательно. Вместо положенных 10 секунд – 30. И важный этап этого – это высушивание рук. Уберите, пожалуйста, говорите многим соседям, где вы там встречаетесь, знакомым переговорить. Уберите с кухни, с ванной комнаты махровое полотенце. Они, по словам медика, настоящий рассадник бактерий. Из-за скопившейся влаги внутри ворса размножаются вредные организмы. Как только человек прикасается к полотенцу руками или лицом, все бактерии оказываются на его коже. Аксессуар, без которого сегодня в буквальном смысле никуда. В паре с перчатками добровольцам ежедневно выдают несколько комплектов. С собой у каждого должен быть и антисептик. Кстати, реально работает тот, который минимум на 60% состоит из спирта. Эти несложные, но такие важные правила волонтеры давно выучили наизусть. Они очень быстро все ловят, задают много очень интересных вопросов, слушают, понимают. И это очень важно. В нашем округе эпидемия. Эпидемия какая? Эпидемия добра. Вот что важно. Что люди, не только молодежь, но и люди разных возрастов, разных профессий, хотят помочь. Сегодня волонтеры без преувеличения. Неотъемлемое звено в цепи помощи. Сами же добровольцы героями себя не считают. Делают то, что душе угодно. Не так важно, на самом деле, сколько людей ты обошел, важно, какая отдача от них пошла. То есть вот эта улыбка, вот эти глаза, которые ищут тебя, ты придешь, ты придешь. Вообще могут подумать, мы что-то должны, подойти и спросить. Я говорю, нет, ничего не надо, так не бывает. Говорю, бывает. Как бы мой принцип вообще, делай добро людям. И как-то все, мне кажется, по-другому даже будет. Ну, как-то вот тебе отдается это. Вот ты делаешь добро, и тебе благо приходит с другой стороны. Да, вот ты не знаешь, с какой стороны, но оно возвращается. То есть это прям вот как поток обмена энергии идет. В списке их задач доставка продуктов и медикаментов выгул собак. Но, как считают сами добровольцы, главная цель все же дать понять людям, что сейчас, в это непростое время, они не одни. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ.